Девушки отдыхают В прежнем, в самом первом нашем, в подвальном зале на улице Чапаева в спортивном клубе «Энтузиаст». Почувствовал необходимость какого-то своего, возможность показать себя самому. Не младшим тренером, а просто один, вот как я и есть. И я ушел с «Динамо» и попробовал, значит, тренировать. Началось это все в очень маленьких клубах. Мой первый клуб был клуб «Энтузиаст» на Чапаева. Это была маленькая такая пионерская комната, которую я переделал под клуб и начал тренировать. Пожалуй, нет в стиле мужчины моего поколения, кто бы не слышал о тренировках у Эдуарда Михайловича. В середине 80-х записаться в текст «Энтузиаст» было не только вопросом престижа, но и гордостью. Помню, как мой школьный друг Фетя Золотарев восторженно цитировал афоризмы Михайловича на перемене, при этом показывая нам виртуозные приемы захвата вибросков. Попасть в «Энтузиаст» можно было только по рекомендации стариков. Ну и справка медицинская была, конечно же, тоже необходима. Почувствовал, что ребятам не хватает не просто борьбы, им нужна какая-то борьба с навыками самбо, самообороны, какими-то интересными движениями. Тот же самый бросок можно было придумать и показать по-другому, как в варианте, когда на тебя нападают с ножом или с пистолетом. Тренерами, учителями, наставниками, как известно, не рождаются. Приданности таланта от Бога нужны еще для этого и постоянный труд, цель и фантастическая сила воли. Родители были против этого, они считали, что я должен быть в лавту. И втихаря от родителей я пошел на «Динамо». И тогда записался. Был набор в секцию, приехал заслуженный тренер из Советского Союза Кондратский Игорь Александрович. Земля ему плоха, к сожалению, он умер в этом году. И он проводил набор ребят. Я записался в общем наборе. И еще где-то, наверное, полгода я ходил, скрывая от родителей, что я хожу на борьбу. А после тренировки я мочил вещи в фонтане и приходил домой в субботу и посещал плавать. Кто из нас в 16 лет знает точно о своем предназначении? Некоторым этого не удается распознать до конца своих дней. Так уж распорядилась судьба, что 16-летнему подростку, мечтающему стать чемпионом мира по классической борьбе, доверили тренировать младшую группу в спортивном клубе «Динамо». И с этого момента его жизнь наполнилась новым смыслом. 79-80 год. Попасть было очень тяжело, очень тяжело. Хорошо, что в моем доме тренировался парень, который ходил сюда. У меня представления о спорте были немножко другие. Я в то время увлекался борьбой и атлетизмом. И как только попал к Эдуарду Михайловичу, конечно, представление перевернулось не только о спорте, а в принципе о жизни. Даже во время службы в армии в Уссурийске Эдуард Михайлович уже не мог не тренировать. Самоотверженная отдача и способность научить других тому, чем владеешь сам, не забываются. За столько лет это даже не спорт, не просто спорт, не просто работа, а это часть жизни. То есть каждый из них прикрывает мне спину, рядом плечо, я в них в каждом уверен, каждый как брат. Вот это были с первой тренировки по сегодняшний день. У человека всегда есть выбор. Эдуард Михайлович выбрал не самый легкий путь учителя. Мы в ответе за тех, кого научили. Так по отношению к Эдуарду Михайловичу может звучать известный афоризм. Ответственность перед своими воспитанниками в наше такое непростое время привела тренера к мысли о необходимости их профессионального обустройства. Поэтому им была создана охранная фирма, занимающая сегодня одно из самых авторитетнейших мест среди негосударственных охранных служб. Здесь исключается появление случайных людей. Здесь такой сплоченный коллектив, которые действительно познаются, вот говорят, друзья познаются в беде. Эти познаются и в беде, и в радости, и во всем остальном. Случайно наш визит совпал в днем рождения одного из сотрудников Эдуард Михайловича. Невольно возникает ассоциация с большой дружной семьей. В отличие от другого мужского мира, в таких случаях здесь категорически нет места привычным большинству, алкоголю и другим возбуждающим стимуляторам. Ведь сомнительное минутное удовольствие для этих ребят может означать не только конец карьере, но и ставит под угрозу саму жизнь. Кажется, все получилось. Есть любимое дело, настоящие друзья, преданные ученики, но каждому из нас всегда чего-то не хватает. Эдуард Михайлович, а что бы из своего прошлого Вы бы не задумываясь подарили нынешнему поколению? В то время, когда в 2008-2009 год не было этого понятия коммерции, не было этого понятия зарабатывания денег, очень много строилось на человеческих отношениях. И у нас в клубе, в частности, очень дружеские, очень близкие отношения. Никто не смотрел на то, кто сколько зарабатывает. Все смотрели на коллектив, на возможность прийти, пообщаться, отметить день рождения, вместе посидеть. То есть, вот это дружеское. То есть, я бы хотел, чтобы эти деньги не затмили этих человеческих отношений, чтобы люди продолжали все-таки подходить друг к другу, не по оценке, кто сколько зарабатывает и кто что может на сегодняшний день, а по каким-то человеческим качествам. Субтитры создавал DimaTorzok